Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале группы компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Стихина. Новую торговую неделю американский доллар начал на позитивной волне. Азиатскую сессию валюты США провела с приростом. Котировка пары USDJPY дотянулась до психологической отметки на 111.00. При этом эксперты отмечают ограниченный рост доллара США из-за геополитических рисков. Тем временем участники рынка обращают внимание на первую публикацию важных стат данных Японии. Согласно официальному отчету, японский индекс Танкан среди крупных непроизводственных компаний во втором квартале вырос до 24 пунктов. Однако настроение крупных производителей все же не совпало с ожиданиями экономистов, продемонстрировав рост до 21 пункта после предыдущего ускорения до 24. Аналитики предполагают, что причиной данного результата становятся напряженные торговые отношения США с рядом стран, а также факт нехватки рабочей силы в Японии. Не столь позитивные данные предоставил Китай. Согласно данным Тайшин, в июне рост деловой активности в производственном секторе среди малых и средних предприятий замерился до 51 пункта после предыдущего подъема до 51,1 пункта. Среди крупных промышленных предприятий аналогичная динамика. Индекс деловой активности в производственном секторе согласно расчетам официальной статистической службы Китая опустился с 51,9 пункта до 51,5 пункта, зато в непроизводственной сфере напротив поднялся. Переориентация местного бизнеса на сектор услуг вполне логична в условиях разгорающейся торговой войны между США и Китаем. Уже 6 июля таможенные службы США начнут взимать новые пошлины на товары из Китая. Кроме этого, трейдеры ожидают публикацию разных стат данных, способных привнести изменения на валютном рынке, в их числе и сегодняшней публикации США по деловой активности в производственном секторе от АСМ.